Любовь к рисованию у Федора Бажина зародилась еще в раннем детстве. К 25 годам сформировалось сознательное желание серьезно заняться изобразительным искусством. В этот период он стал активно работать масляными красками, а дальше и акриловыми. Со временем его творчество набирало обороты. Сейчас его работы находятся в частных коллекциях Беларуси, России, США, Китая и Гонконга. Сейчас он постоянный участник выставок разного масштаба. Одна из них – Усе Разом, которая проводится ежегодно в нашем городе. Именно там, когда-то, его работа и заметила творческое сообщество нашего города. Цель выставки Усе Разом – это открывать молодые таланты. Это новые имена, давать возможность молодым художникам делать персональные выставки, какие-то самостоятельные шаги в искусстве, в творчестве. Федя пришел к нам на Усе Разом лет 5-6 назад своими сюрреалистичными такими картинами, форматными сразу, чем нас привлек наше внимание. В выставочном зале представлена его первая персональная выставка, имеющая единую концепцию. Серия работ «Полосы жизни» – это визуальное отражение общественного представления жизни в виде зебры. В традиционном понимании это смена черных и белых полос. Под черными понимается неудачный период в жизни, проблемы, потери. Под белым – безоблачный и радостный. У Федора Бажина свое мнение, и оно иное. Я же утверждаю то, что у всего есть цвета, и тот же самый человек, тот же свой период в жизни, которым он когда-то представлял таким неудачным, черным, через какое-то время, или узнав определенные факты о какой-то проблеме, которая его волновала, через какое-то время, он может совсем иначе относиться к этому периоду. На самом деле, к любой проблеме мы можем найти цвета, окрасить. Уныние, зеленый, тоска, голубой, с бирюзовым, что-нибудь смешать цвета. То есть, всего есть оттенки, все можно характеризовать. Но, естественно, это субъективное мнение, и это мой взгляд, субъективный на эти периоды. Другой человек подберет свои цвета. Разбредясь по залу, все присутствующие всматривались в работы и старались найти в них что-то особое и близкое своей душе. В этот волнительный для Федора Бажина день его пришли поддержать близкие люди, а музыкальное сопровождение от его друзей придало особый шарм и душевность этому вернисажу. Эта выставка как результат многодневной, многомесячной, упорной, кропотливой работы моего мужа, потому что он огромное количество времени и сил отдает творчеству, рисованию. Конечно, с появлением ребенка это стало не так доступно для него, но он очень старается и все свое свободное время уделяет только этому. Безусловно, это очень хорошо, что дается такая возможность молодым художникам реализовать себя, показать свое творчество. Хотелось бы, чтобы это происходило значительно чаще, чтобы современная молодежь больше интересовалась искусством, картинами, в том числе и уделяла этому больше значения в своей жизни. Я все отдам, за продолжение пути оставлю позади, свою беспечную свободу.